Большинство мистических вещей происходит с нами именно в детстве. У меня нет ни одного знакомого, который бы в раннем возрасте не сталкивался с чем-то сверхъестественным. Мы часто собираемся компанией, иногда разговор будто бы сам сводится к мистике. Вот так на встречах и всплывают интересные истории, от которых иногда волосы дыбом. Почти всегда рассказ начинается словами «когда я был ребенком» или «когда я была ребенком». Выходит, дети действительно видят то, что недоступно взрослым. Например, моя подруга рассказывает, что до 13 лет она не могла нормально спать, потому что рядом с ее кроватью каждую ночь появлялся силуэт мужчины. Он возникал через некоторое время после того, как выключали свет и стоял совершенно неподвижно. Поэтому у девочки появилась привычка засыпать лицом к стене, чтобы не смотреть на это существо. Что интересно, в день, когда исполнилось 13 лет, все прошло. Я настолько к этому привыкла, что уже просто обреченно ждала его прихода, говорила она. Но в ту ночь он не пришел и вообще больше никогда не приходил. А вот что произошло в моей семье. Некоторое время назад у нас пропал кот Емеля, всеобщий любимец. Просто в одно утро не вернулся с прогулки. Бывало, что он уходил на неделю, поэтому мы ждали, что он придет. Но он так и не вернулся. Видимо, попал под машину или встретился с собаками. Сказать, что мы расстроились, это ничего не сказать. Кота все обожали, особенно моя пятилетняя дочь. Как сказать ребенку, что ее питомца больше нет? Я говорила ей, что она отправилась в далекое путешествие по волшебным странам и прочую ерунду. Но однажды вечером она подняла голову от раскраски и сказала, «Мама, я знаю, что Емелька умер». На мой вопрос, чего она это решила, дочка ответила, «Он часто лежит на коврике в нашей комнате, только ты его не видишь». Коллега по работе Светлана тоже рассказывала о случае в деревне. Когда ей было 10, она поехала в гости к бабушке. Загулявшись допоздна, она возвращалась домой. В деревенских усадьбах часто дом окружен огородом. У Светиной бабушки тоже был большой огород, обнесенный высоким забором. Света закрыла за собой калитку и быстро пошла по тропинке, которая тянулась по участку прямо к порогу. «Я торопилась», говорит она, «потому что боялась, что бабушка будет ругать меня, ведь я не вернулась в назначенный час. Мне оставалось совсем немного до двери, когда справа от себя я заметила какое-то движение. Оглянувшись, я увидела мальчика в лет тринадцати. Он быстро шагал по огороду прямо на перерез мне. Я удивилась, откуда он мог здесь взяться. На чужом участке. Зачем перелезть через забор? И куда он идет, если с той стороны такой же забор, а за ним пустырь? Когда пацан пересекал тропинку, я видела, что он одет полосатую футболку. За спиной висел рюкзачок. Он медленно повернул голову и посмотрел на меня, не прекращая движения. Мы смотрели друг на друга секунды две, а потом он отвернулся. У порога я обвернулась, чтобы посмотреть, как паренек будет лезть через забор. Но там никого не было. Только ночью, лежа в постели, думая об этой встрече, я вспомнила, что не слышала его шагов. Он двигался совершенно бесшумно. Та ночь осталась в ее памяти надолго». Другая знакомая Анна говорит, что лет в семь тоже столкнулась с необъяснимым явлением. В один из рождественских вечеров она побежала каледовать. Мороз стоял сильный на улице, не душит. Они с подружками должны были встретиться в условленном месте, и она пришла первая. Дальше с ее слов. Встаю, жду подруг, ногами притопывая, чтобы не замерзнуть. Вдруг слышу сбоку какой-то шепот. Я подумала, что девчонки пришли, глянула в ту сторону. Это были не они. Ветра в десяти от себя в вечерних сумерках я увидела женщину, которая держала за руку ребенка. Ни женщина, ни ребенок были мне незнакомы, что для нашего маленького села уже странно. Женщина была одета в легонькое платье и шляпу с широкими полями. Она что-то доказывала мальчику, будто учила чему-то. Ее слова долетали неотчетливо, поэтому разобрать было сложно. Мальчик тоже наряжен по-летнему. Стоял и слушал молча. Я подумала, неужели им не холодно в такой одежде? Я уже хотела подойти поближе, чтобы посмотреть на странных людей. Но вдруг увидела, что руки и ноги женщины скованы чем-то похожим на кандалы, которые надевали каторшником. Вот тут и действительно испугалась и побежала домой. После моего сбивчивого рассказа мама и папа бросились на улицу. В общей сложности мы потеряли где-то минуты три. Но ни мальчика, ни женщины там уже не было. Дети действительно видят то, что недоступно взрослым. Субтитры сделал DimaTorzok